Реутовские изобретатели Даниил Дыбко и Илья Розанов заняли призовые места во всероссийском конкурсе «Я – конструктор будущего». 17 января, в Международный день детских изобретений, глава городского округа Реутов Станислав Катаров встретился с Даниилом, Ильей и другими воспитанниками детского технопарка «Изобретариум». За тот год Реутов, мне кажется, где только не звучало на федеральных каналах по несколько раз и в международных конкурсах. И вот я говорю, последний конкурс – это в Бауманке мы были, и они говорят, что за Реутов такой, откуда вообще эти дети, потому что этот проект очень достойный, а то и, в общем-то, претендующий на первое место. Илья Розанов занимается в «Изобретариуме» уже четыре года. Его главный проект – «Экзоскелет» для реабилитации функций кисти рук. Целью данной разработки является разработка программно-аппаратного комплекса «Экзоскелет» тренажера для реабилитации инсультов, переломов, травм и других заболеваний, последствиями которых могут являться нарушения двигательных функций руки. Одиннадцатиклассник Даниил Дыбко разрабатывает идею виртуального пространства, который поможет не только развлекаться, но и дистанционно управлять целыми предприятиями и даже городами. «С помощью данной разработки ты можешь выходить в метавселенную, находиться в ярочках и более удобно, например, находясь в любой точке мира, созваниваться со своими или клиентами, или работниками, кем угодно. Помимо этого, имеется возможность управления оборудованием, чтобы напрямую после созвона пойти поработать». Макар Климов рассказал городоначальнику об испытаниях инновационного двигателя внутреннего сгорания. Родион Муцольков представил разработку, которая обучает городских ворон раздельному сбору мусора. Эти проекты принесли ребятам победы во многих конкурсах. Дальнейшее исследование требует финансирования. Глава города обещал помочь. «У нас с вами много идей и не хватает финансирования. У достаточно большого количества людей, наоборот, есть деньги, но нет идей. Куда вложить? И они ищут прорывные идеи и готовы финансировать. Но наша задача – идеи с деньгами познакомить. Ничего не бойтесь, нужно финансирование. Говорите в каком объеме». В заключении встречи ее участники были награждены благодарностями от главы городского округа. Евгений Сафаров, Сергей Сомов, телеканал ТВ Риотов.